Последнее, что нам с вами нужно посмотреть, это, как всегда, лексический минимум к данному уроку и разминочное упражнение. Учитывая ошеломляющую сложность употребления сослагательного наклонения, формы достаточно легко заучиваемые, но вот само явление нам не слишком привычно, в русском языке сослагательное наклонение слабо развито, и вот разные категории употребления требуют какого-то специального усилия для усвоения, видимо, поэтому вам Маус решил дать всего два слова для заучивания. Это, во-первых, слово «литос», «камень», термины, которые могут, по-моему, уже помочь запомнить график, это «сфера монолит», так что с этим словом вы легко справитесь. И второе слово «той утос», прилагательное со значением «такой», «такого рода». Обратите внимание на то, как это слово изменяется. Той, а потом «утос» в мужском роде, «аутэ» в женском роде и «утон» в среднем роде. То есть изменяется парадам не только окончания, но вот это «утос», «аутэ», «утон», словоизменение, знакомое вам по ближнему указательному местоимению, оно встречается в этом слое, оно вот так вот, как слепленное оказалось, такое и такого хода. Поэтому, если вы помните, как изменяется указательное местоимение, то со словоизменением этого слова тоже справитесь. Ну а теперь давайте посмотрим разминочное упражнение к этому уроку, после которых вы уже будете сами выполнять домашние задания и привыкать находить, распознавать и понимать употребление заслагательного наклонения. Итак, первое, альфа, хина, агапомен, алулус. Агапомен формы и изъявительного, и сослагательного наклонения внешне выглядят совершенно одинаково. Ну это альфа-слитный глагол, такого уж его особенностей. Но после хина мы точно знаем, что должно быть в сослагательном наклонении. Так что здесь «чтобы мы любили друг друга». Скорее всего, данная фраза является заповедью. Помните, когда нужно в косвенной речи передать какое-то повеление, то иногда употребляются предложения схидно. В каких-то контекстах можно переводить их с помощью «чтобы мы любили друг друга». То есть прямая речь была бы «любите друг друга», а теперь косвенная речь, выражающая повеление, заповедовал, чтобы мы любили друг друга. Бета. Хотан, лте, энто, докса, ту, патрос, алту. Хотан. Союз, после которого ожидается сослагательное наклонение. Видите, он, кстати, еще и «ан» в своем составе содержит. Это такое вот непределенное предаточное предложение времени. Когда? Элта. Элта – это аорис со слагательного наклонения – это хамай. Глагол с несколькими корнями, в настоящее умение – хамай. В аористе – элтон. В изъявительном уклонении аориста вначале стоит «это», удлинившееся за счет превращения в сослагательном наклонении, стоит «эпсилон», то есть «элт» – корень, вот он, как он действует. «Элт» – это второй аорис, поэтому просто добавлено еще удлиненное соединительное гласное с окончанием, которое выглядит теперь как «экэ» с подписывательной «эйотой». Когда? Когда он придет во славе отца своего. Вот это вот, когда сам союз, он подталкивает нас к переводу аориста в будущем времени. Напоминаю, что это нормальная, естественная, широко распространенная ситуация. Гамма. Это я говорю, эти вещи, множественное число, но обобщающие это в русском языке. Это я говорю, хина, и после хина мы, конечно же, дожидаем сослагательное наклонение. «Чтобы вы» – «со-тэ-тэ», «со-тэ-тэ» – это сослагательное наклонение страдательного залога аориста от глагола «со-тзо». «Со» – основа не то, что осталось от основы, «т» – образующее время аориста страдательного залога, и «э-тэ» – соединительное гласное плюс личное окончание. «Чтобы вы были спасены». В данном случае предложение с хина выражает цель. Я говорю с целью – «чтобы вы были спасены». Дельта. Теломен. Хина хоян айтэсумен. Се пой эсэс ээхэмин. Теломен мы хотим. А вот дальше будьте внимательны. Это предложение немного трудновато перевести. Во-первых, есть хина, и после хина мы предполагаем сослагательное наклонение. Во-вторых, есть хос-эан – непределённое относительное предаточное предложение. Помните, это сочинали хос-ан, хос-эан, после которого мы тоже предполагаем сослагательное наклонение. Значит, дальше будут два глагола в сослагательном наклонении. Один из них относится к хос-эан, а второй из них относится к хина. Итак, хос-ян. Хос-ян ай-те-сом-эн-се. Ай-те-сом-эн это сослагательное наклонение аориста от глагола ай-тео. Ай-те-сом-эн-се. Без превращения, конечно, сигма, образующая аориста о-мен, удлиненная соединительная гласность с личным окончанием. Хос-ян. Что-что-бы-не. Что-бы-мы-не-попросили у тебя. Ну или просто что попросим у тебя. «Пой эсэй» связан с хинно, «пой эо» тоже в аористе сослагательного наклонения, «пой э» плюс сигма, плюс удлинённое соединительное гласное и личное окончание. «Ты сделал нам». Мы хотим, чтобы, что мы попросим, ты сделал нам. «Эпсилон» — хинно, «апостеллое», «аутус». «Апостеллое» — это сослагательное наклонение настоящего времени от апостелло в виде 2 лямбды. 2 лямбды апостелло есть только в настоящем времени, у всех остальных временах лямбда одна. Ну и окончание, конечно, «э» — соединённое, соединительное гласное, «чтобы он послал их». Без более широкого контекста какие-то другие варианты, чтобы послать их. Может быть, если бы там подлежащие то же самое, но пока вот мы имимем, чтобы он послал их. «Эран» — от «аорист» от глагола «аир». Помните, что «аиро» — корень «аор» в «аористе» — это настоящий аорист, несослагательное наклонение нормальное, настоящее изъявительное наклонение. В «аористе» изъявительного наклонения есть превращение, альфа удлиняется в это, поэтому «а» превращается в «р». Это сонорный глагол, поэтому здесь нет никакой сигмы, но есть альфа, типичное для «аориста». Третье лицо, множественное число. Итак, они подняли камни, взяли камни, чтобы хинна. А вот после хинна мы ожидаем сослагательное наклонение. «Балусин» — это оорист, сослагательное наклонение. Корень «бау» с одной лямбдой, настоящим было бы два в области одна, поэтому «бау» без превращения, конечно, сослагательное наклонение, и «осин» — долгое сонительное глаголасное, плюс личное окончание, чтобы бросить на него. Ну, можно перевести «они бросили», «они взяли камни, чтобы они бросили на него», но это как-то звучит коряво и избыточно в русском языке, когда подлежащие совпадают, после «чтобы» обычно ставится инфинитив. Они взяли камни и подняли камни, чтобы бросить на него. И последнее — «ти» — «ай-тэ-су-май». «Ай-тэ-су-май» от «ай-тэу» — сослагательное наклонение аориста. Видите, «ай-тэ» — основа, «сигма», образующая времени аориста, «омай» — окончание. Очень похоже на будущее время, но в будущем времени у нас была бы «омикрон», а не «омега». Вы никак не объясните вот эту «омегу» после «сигмы», если бы это было будущее время. Это удлинённое соединительное гласное, нет сослагательного наклонения будущего времени. И сослагательное наклонение только аориста, мы понимаем, что это аорист. Поэтому это аорист от глагола «ай-тэу» — «просить» в вопросе. Сослагательное наклонение в вопросе, да, это такой вопрос в размышлении. «Чего бы мне попросить?» Здесь средний залог. Средний залог очень естественный для вопроса, для размышления. Средний залог показывает такую вовлечённость, заинтересованность подлежащего в действие. Когда вопрос, когда человек рак, или, конечно, ещё и вопрос какой-то выгоды, то, конечно, средний залог очень естественный. Поэтому «Чего бы мне такого попросить?» Вот вопрос размышления. Ну и если я правильно помню, то «Чего бы такого попросить?» Дочери Диаза спросила, и та посоветовала попросить голову Иоанна Крестителя. Хорошо, впереди вас ждёт домашнее задание, много сослагательных наклонений, благословения в работе с этой формой. Всего доброго.